Ребятушки, всем привет, всех приветствую на канале Чеки Токси Клуб, ФБР на связи. Вещаю с горя до Харькова, всем приятного просмотра, готовьте чаеху, ляля, кебаб и мы стартуем. Но сперва посмотрите, как прошел мой вчерашний вечерок, а точнее ночь. Шо, ребятушки, сидим в коридоре, давно такого, конечно, не было. Жесть, только шо, как пролетело. Подорвались, короче. Стен запутаем. Слышим, короче? Ребят, сразу такая воздушная тревога, поняли? И гэпает. Уже опять лупануло несколько раз. Трешит. И какие-то такие, поняли, взрывы, как новые, такое. Губ-губ. То есть сразу. Короче, ребят, что могу сказать. Вчера скирдовали так прямо нормально. Жестко прямо прилетало. Вот, соблюдали правила двух стен. Сидели в коридоре. Давно такого не было. Что-то опять они за нас взялись. Непонятно за что, непонятно почему и так далее и тому подобное. Ну, мы, как говорится, харьковчане держимся. Потому что мы уже тут такого видали, что мама не горюй. Что нам остается, как говорится, еще делать? Не падаем духом. Хвост пистолетом. И, как говорится, надеемся на лучшее. Держимся, ребятки. Ну, а я, кому интересно. Немножко бэха поехала со старту. Капельку. Немножко газу переборщил. Вот. Я, кому интересно, иду сейчас в магазин лаки-краски. Покупать реле-генератора. Ну, вот. И потом, после этого, пойду на трешу. Схожу. Надо, надо подкачаться. Надо, надо подкачаться. Да, ребят? Вот. Схожу на трешу. А потом приду домой. Посмотрю, может, прямо сегодня еще и буду генератор чинить. Сегодня и так много чего переделал. Ну, вы видите, в моих видосиках я выкладываю. Какими ремонтами я там занимаюсь. Что делаю и так далее и тому подобное. В общем, все равно. Но, хоть и дома, на месте не сижу. Нахожу себе постоянно какие-то занятия. То, что откладывалось в долгий ящик. Теперь все нужно доделывать. Смотрите, ребят. Собачат сколько. Собакевичей. Прямо цельная куча. Люди что-то есть. Что-то сегодня присутствует. Где-то пару человек лазит. Хотя сегодня похолодало. Притом похолодало прям нормально. Уши так подмерзают, ребят. Я вам должен сказать, что... Смотрите, это же было потепление немножечко. Я заметил, что после такого потепления сразу резко начинается, собственно говоря, такое дубео холодео замерзео. И я думаю, морозы уже не за горами. Кто-то писал там, что вроде даже снежок в среду собирается. Пишите в комментариях. Может, у кого-то уже был снег. Поэтому надо с генератором с этим подвязывать, ребят. Почините его уже хочу максимально быстрее. Поставить на место. И заняться вплотную дровами дома. Пока еще хоть какой-то плюс на улице. Небольшой минус. Перед тренировкой или после рубать дрова. Это тоже дополнительные калории. Спаливаются тонус организма и так далее. Как говорится, когда топишь дровами, греешься два раза. Когда готовишь дрова, колешь их, рубаешь, пилишь. И когда ими топишь. Поэтому как-то так. Бабусечка в маске. Видите, ребят, вышла прогуляться, пробздиться на лавочке. Так, что там на шары галета сегодня? Какое-то телодвижение есть или нет? Сейчас посмотрим. Сегодня только люди за водичкой стоят. О, а роголета свободна. Чекую, ребятушки, потихонечку. Лаки, краски. Людей, конечно, не особо много на улицах. Вон такие птеродактили телепающиеся. Видишь, обдолбанные ходят, короче. Один только что шел к нам навстречу. Другой он телепается в оранжевом капюшоне. Что-то его подтрушат. Выплясывают. Таксоник такой. Чешу, ребят, чешу потихоньку. Интересно, сколько будет стоить это реле. У меня славно известный Титаник. И не тот там, где целовались на борту. А там, где и баян на борту. Ну, вы поняли. Вот этот, помните? Что тут только не происходило? Тут полиция не отъезжает просто отсюда. Это общаги такие. Полиция не отъезжает просто. Там творится, что попало. А я представляю вот эти вот персонажи. Теперь где-то за границей, да? В Германии еще где-то. Жили-были там, не тужили. Лясы-трясы. Я сомневаюсь, что они себя адекватно ведут. Я думаю, позорят так же. Ну, либо же у кого-то второй шанс в жизни показать себя. И может, что-то у них наладилось. Я надеюсь, по крайней мере, на это, что они смеканули. И, как говорится, стали на путь правильный. Что тут у нас? Яблочко 22. Бананчик 75. 90 грамот. Рывасик-пивасик. Дома позабитые, окна у всех. Вот так и живем. Подхожу уже к лакикраске. Где я сейчас лакикраски? Какой гаврик тут возле меня? Простепнутый, видите? Купил реле. Красавчик. Что, тебя оставили, хозяева? Говорит, сторожи. Магазин. Машин понакупят. Видите, какие инвалиды на каких ездят. Уже инвалид где-то втулил бампер. Посмотрите. Я в шоке. Какую надо брать, пацаны, комарюху, да? Нормальная тачка. Гибридик. То, что надо. Самолет там на торпеде. Видали? На торпеде самолет. Это ты что? Должно сказать, тачка стружит это достойно. А он желтенький какой-то. Ну что, люди на базарчике присутствуют. Мы тут хоть не одни, хоть что-то радует много. Но мало вас-то. Мало вас-то. Вообще, печалька. Цебуля по 30, грибы по 65. Кроссовки, кеды, шампиньоны, кондитерские выробы. Ну, что-то купить можно. Что-то можно отробрести. Зимние шорты. Летние плавки. Все, что хочешь, продается. Капуста 15, да? Буряк 15. Обстановка по кайту. Исхудал, ребят, исхудал. 121. Исхудал, ребят. Все, позанимался. Чешу домой, ребят. Только вышли из зала. И на тебе тревога. Что у нас тут по ценам? Яблоко по 15. Мальчик. Туалетной бумаги хватает. Ажиотаж прошел. Елочка уже. 29 гривен. А, 800. Почем пиво? 75. 72. Коньячелла. Присутствует. По 63 гривен. Рыбка. Курица, шашлык. Курица, шашлык. Курица. 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 Курица, шмелечки. Короче, всего вайлом, ребят. Хоть так, чтобы пожрать. 105 гривен. Тушеночка. Молоко по 30 гривен. Кефирчик. Творожок. Все присутствует. Хлеб. Так, майонезики, шмайонезики. Сгущеночки. Сахарюк. Псечка почем. Горячка 78. Для ребят, видите, чипс. Он ночью с чемоданом шурует. Видите, погнал-погнал, типа, нифига его не видно. Хожу с АТБ, говорит, сигаретки, говорит, не будет у вас. Сигаретки. Я говорю, да не курю, ехали. Только думал дорогу перейти. Потом думал, да не, пойду до пешеходного. Опять, сигаретки не будет. Ну, короче, мультики все вот эти, поняли. Вечером они вылазят. То сигаретку, то еще что-нибудь. Ну, а мы на ЗОЖа. На спорте. Какие сигаретки? Мы закрываем окна. Всем чем только можно. И вот корпуса, пожалуйста. Девятина. Все светится. Нахрена. Ну, закрой ты картон. Чем-нибудь еще. Я не знаю, тряпками каким-то завесть. По барабану. Вон, девятый этаж все светится. Там еще, не знаю, камера передает или нет. Ну, короче. Офигевшие люди вообще. Только вот пролетало. И как светлячки светится все. Почти каждое окно. Я в шоке. Зайти, прикиньте, вот так в подъезд. Провода повырубать. Повырезать, сказать. Все, не умеете светомаскировку этот самый соблюдать. Сидите без света. У меня нету слов. У меня нету слов. Вот, сирена. И все окна светятся. В пятиэтажках, в девятиэтажках. Я в шоке. Скажи, ох, уже задолбали нас. Зевелина. Как дела? Нормально? Тут еще шары. Вот что, бунутся, да? Вывалил сраку. Паховичи на базе вообще уже спят, дрыхнут. Так, ну что, ребятки. Яма уже полная, сливная. Насрали, видите? Так. И та вторая, где вон Зевс бегает, тоже полная. Возехаты. Ребятки, унитаз прочистил какую-то бумажку. Кто-то кинул чешу и почистил. Видите, вот так вот пробил, короче, и почистил. Саша домохозяин. Это тыща. Ребятки, убираю сетки, откручиваю с окон. Уже похолодало. Уже надо откручивать, видите? Вот такими дорожками закрытие викна и картонной. Как-то так. Смотрите, ребятки, малёчки родились. Видите, он плавает. Несколько штучек. Манюсеньких совсем. Здесь лечатся у меня. Кто заболевает, все сюда, в карантинную зону. Видно, как лампочка мигает. А глазами не видно, прикиньте. Ребятки, вот день и подошёл к концу. Всем добра, бабла, позитива. Подписывайтесь, ставьте лайки, лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов. Ну, а кому нужна страховочка, там же внизу в описании будет ссылка. И по промокоду TACSIKOL21 вы получите 10% скидки. Всех обнял до хруста. Мирного неба над головой. Пока-пока. До новых встреч.